Донецк Спикером Олегом Царевым привезла в Луганск гуманитарную помощь. В городе организуют 18 пунктов помощи, где жители смогут получить продукты. Напомню, Луганск уже больше недели остается без электричества, водоснабжения, мобильной и стационарной связи. Городские власти неоднократно заявляли о критической ситуации, близкой к гуманитарной катастрофе. В Горловке Донецкой области не прекращаются бои. Второй день идут активные артобстрелы нескольких районов города. В поселке Батмановка стоят бойцы Насгвардии. Также сообщается, что в Горловке нет водоснабжения, а электроэнергия восстановлена только частично. Отряд ополченцев из города Горловка под командованием Веса атаковал колонну украинских карателей между Горловкой и Донецком, сообщили в штабе о получении о Горловке. Разбито более 20 единиц вражеской техники, в том числе три танка и бронированные джипы. Под Иловайском уничтожена колонна вражеской бронетехники. Ополчение ДНР отбило атаку украинских карателей на Иловайск. Девять единиц бронетехники было уничтожено, сообщили в штабе о получении. Батальон «Азов» заявил о значительных потерях. В ходе наступления на Донецк батальон «Азов» несет большие потери среди личного состава, так как их значительно превосходят силы ополчения. Ляшко предложил расстрелять своего соперника по предстоящим выборам Коломойского за то, что тот наживается на войне. Помимо этого, психорадикал предложил задерживать беженцев с Юго-Востока и отправлять их на войну, а также не восстанавливать разрушенные хунтой города. После такого притока гениальных идей будет неудивительно, если Ляшко просто застрелится в прямом эфире. Это были самые важные новости. В студии была Елена Красовская. Вся правда о Юго-Востоке на информационном канале Анна Ньюс. Удачи вам и до встречи.